Вчерашняя вечеринка раскрыла Габриэля в глазах Элины совсем в другом свете. Парень перебрал с алкоголем и в этом состоянии пытался выяснить отношения с Элиной силовыми методами. Её это очень напугало, ведь бывший роман Карякиной на проекте с Алексеем Самсоновым плачевно закончился именно из-за рукоприкладства. Ты чего? Я не хочу. Не трогай меня. Не надо. Элина, ты чего плачешь? Не надо плакать. Иди обнимайся другими. Не трогай меня. С кем я буду обниматься? Слушай, я не хочу общего мужика. Я не общий мужик. Слушай, пожалуйста, я не хочу вот этого всего. Мне не надо хватать. Я не хочу вот этого мерзости. Какой мерзость, Элин? Ты помнишь, что ты мне говорил вчера? Ты помнишь, как ты уснул? Я тебя как ребёнка усыпила. Я не хочу быть мамой. Мне нужен друг и партнёр. Понимаешь? Мужчины, любовник, всё вместе. Но не сын. Я не такой. А какой ты? Ты помнишь, что ты вчера говорил в ресторане? Что ты говорил по пути? Ну, бля, бля. Габ, для тебя слово «люблю» оно не существует. Почему? Почему? Потому что ты им кидаешься налево и направо. Это звучит как унижение. Ты помнишь это вчера? Я помню. Переобнимался со всеми. Переобжимался со всеми. С кем я обжимался? Да со всеми. И с мужиками, и с бабами. У тебя вообще нет вот этого. Я тебе объясняю. Делай это в клубе всё, что хочешь в своей жизни. Здесь-то зачем ты это делаешь? Я тебе объясняю, что это всё обсуждается, блин, через призму, через лупу просто детально. Ты меня не слышишь. Ты не хочешь меня услышать. Потом творишь такие вещи безумные. Я вообще не понимаю, как тебя угомонить. Тебе хочется трэша в отношениях? Всё, что есть, вот это, оно должно всексивать. Вот эти эмоции, я не знаю, негатив, позитив, драйв. Но не в повседневной жизни. Я тебе вчера говорила, что хочется домой возвращаться, а не искать поводы, чтобы не возвращаться туда. Тебе нельзя пить, может быть, или что? Мне нельзя пить. Я больше не буду. Я когда начинаю, у меня вообще... Если ты хочешь увидеть суху, про которую у всех говорят, я не хочу тебе её показывать. Я не хочу бычить в отношениях. Мне не надо это. Я тебя люблю, Кайта. Ты вообще берёшь себе отчёт? Это, знаешь, алкашка в голову ударила. Я вас люблю, люди. Зачем ты говоришь? Вот это сейчас. Что там было? Не надо. Ты здесь это говорил. С утра Габриэль попал в опалу Элины. Что это значит? Мы отправляем мальчика на поляну или нет? Он разочаровал тебя, Элин, или нет? Или вот всё-таки он сумел вызвать чувство любви? Или, может быть, чувство жалости? Что с судьбой Габриэля? Вот она в твоих руках сейчас. Вообще, интересно, на самом деле. Я не в курсе, что он на поляну должен был уехать. Я сказала о том, что действительно он меня разочаровал. И Габриэль в курсе. Мы разговаривали. Я говорила абсолютно точно. Вчера до выезда с городских квартир. Бабочки летали в моём животе. Это абсолютно точно. Я думаю, что все это видели. И мы отжигали. После чего у меня вот всё, что произошло позже в городских, у меня, конечно, некий переворот произошёл. Но, тем не менее, мне приятно с ним находиться. Я даю ему второй шанс. Но мы друг для друга выяснили, что он мне нужен. Я ему нужна. И мы хотим построить отношения. Нам приятно быть вместе. Так, ну что, Габриэль, тебя хочется послушать. Если честно, не только Элина вчера была разочарована. Я вообще в шоке. Ты показал весь спектр своих чувств за один вечер. Я не буду больше ничего такого позволять себе. Во-первых, я буду реабилитироваться как... Просто понимаешь, Габриэль, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Поэтому я вот задумалась, что у тебя на самом деле по отношению к Элине. К Элине? Да. Мне нравится эта девушка. Я хочу быть с ней. А диваны тогда зачем ногами раскидывал? Я просто переживал то, что всё так испортил. Я, в принципе, был в сознании, понимал немножко, что я сделал. И вот у меня всплеск был из-за того, что я и её расстроил, и сам себя расстроил. Просто если проанализировать, из-за чего такой всплеск? В какой момент ты понял, что ты всё испортил? Ну вообще я понял, что я всё испортил вчера и сегодня. Потому что я был не в адеквате. Всё, по-моему, понятно. Просто я перепил. Что в основном-то у меня такого нет. Но я живой и такой, какой есть везде, во всех эмоциях своих. Есть ли будущее у этой пары? Ну, я считаю, что их отношения в основном держатся на какой-то похоти, может, страсти. Вот как бы сейчас влечение именно это между ними происходит. И ещё, как бы, я думаю, что Габриэлю не хватает вот именно материнской какой-то ласки. Потому что я знаю, как он общается со своей мамой. И в Элине, я думаю, что он, я слышу, я думаю, что он просто как бы её как и девушку воспринимает. И в то же время, ну вот, относится вот как, ну вот, забота вот эта, то, что он уснул там на ножках. Она его как бы успокаивала. Ты мой хороший. Габриэль, давай, вот, знаешь, ты всё сейчас завершишь какой-то своей тирадой, да, чтобы всем стало всё понятно, чтобы тебя не сыном Элины называли, чтобы не называли себя подкаблучником, не мужиком. Вот давай как-то вот сегодняшний день, да, подытожим каким-то вот мужским уверенным высказыванием. Ребят, Поляна, значит, ну, у нас с Элиной всё замечательно, у нас всё развивается. И она вообще женщина-вождя, вот, у нас скоро будет ребёнок, вот. Шаман. И не в курсе, ребят. Женщина-вождя, ты вождь, я так понимаю. Женщина-вождя, да, всё в порядке. Племя не вымрет. Вообще, а давай, знаешь, я вообще не буду сюда заходить. Я что, я поздоровался, она здесь. Не буду заходить. Тоня! Реагирует на меня до сих пор. Готов. Как дела? Привет. Ох ты, какой ты нарядный. Хорошо. Это я не нарядный ещё. Ничего себе. Ты без пиджака. Это он просто на работе был. Да. Ресин, смотри какой. Андрюх. Да я хотел узнать, как у вас дела. Я же говорил, что я подъеду. А, отлично дела. Ясно. Ты в клуб или как? Не знаю ещё. Ясно. Звонили мне с Поляна сегодня. Ну и чё? Рассказывали, что ты ходила девчонкам и на ушко говорила. Мне Черкасов нафиг не нужен. Каким девчонкам? Кирилюк, Алисе. Что ты говорила? Да мне Черкасов не нужен. Не знаю. Я ни с кем не разговаривала вообще по поводу тебя. То есть меня как всегда обманули, да? Андрей, это своё дело. Верите, не верите. Я никому ни с кем вообще по поводу тебя не разговаривала. Я разговаривала по поводу... С Алисой я разговаривала по поводу голосования, она мне говорила спасибо. С Кирилюк я вообще разговаривала по поводу Богдана. По поводу тебя я не разговаривала ни с кем, кроме Тони. Кристина, это просто мы опять возвращаемся к одной и той же глупой теме. Ты мне говоришь, что на ТЭТе ты сказала, что возможно мы будем парой. Было такое? Да. А мне говорят, что вчера на вечеринке ты девчонкам говорила, что я тебе нахер не нужен. Ну слушай, девчонок, Андрей. Да, если бы я слушала, я вообще с ним приехала, хотел тебя увидеть. Ну так, а что ты мне сейчас рассказываешь, девчонки? Мне неинтересно. Вот веришь, мне вообще до одного места. Что там тебе рассказывают девчонки? Вообще абсолютно. Не поверишь. Мне здесь живу, мне круто. И что там говорят на поляне, мне вообще неинтересно. Хорошо. Ты здесь долго хочешь жить? Не знаю, как получится. Ну, и что еще? Ничто, просто приехал увидеться. Вот неужели вот так страшно-то? Ну, если страшно. Я что здесь... Нет, что еще, что еще? Нельзя просто заехать в гости? Можно. Девчонкам? Можно. Ну. Разбавить ваш девичий коллектив? Блин, такой нарядный, Андрюха. А ты куда, кстати, собрался? Или откуда? Слушай. Тоня, я тебе нравлюсь? Симпатичный. Да? Спасибо. Просто сейчас Кристинка уедет. Ты одна останешься? Ой, мне бы со своим разобраться. Да? Вчера на проект пришли два новых парня – Илья и Артем. Татьяне Ахулковой больше понравился Илья, но девчонки оставили Артема. И Кристина Лисковец поспешила пригласить молодого человека в городские квартиры для более близкого знакомства. Спать не могу. А там понравился, бруталый. Здоровый. Спрашивает, а как он здоровый, ничего? У Васи еще какой он высокий, какой же высокий, крепкий, а какой силой он. Так, бля, зачем ты сейчас это несешь? Я такого не говорила. Ну, что ты делаешь? Да ладно, что ты это сам? Стесняюсь. В смысле стесняюсь? Я стесняюсь. Кажется, ты как-то стеснялся мне. Просто несешь чушь. Спать не могу. 15 минут. Гонин, Гонин, конечно, Гонин. 15 минут, говорит, просыпается мне в глаза. Слушай, ну, приход реально просто неплохой. Нормально. Ну и что, и что, и что, отношения хочешь? Да пока нет. Нет, все правильно. Что, он придет в первый день отношения? Давай еще раз. Отношения хочешь? Нет, все правильно. Так, я с табличкой сзади тебя буду. Подсказывать, да? Нет, а как? Ты знаешь, не хочешь? То есть ты пришел, такой весь красивый самец. И наших голодных дивок, значит, чтобы они все не попускали. Танька там взбудрагивает. Ты сейчас ни с кем отношения строить не хочешь? А может, он хочет, чтобы... Куда ты, Кристиан? Сейчас приду. А может, он хочет, чтобы за ним бегали? Прикинь, что это он будет бегать? Да нет, просто, ну, второй день. Мне кажется, еще рановато, когда что-то строят человека. Ну, хорошо. Ты присмотришься, ну, в плане у тебя вообще желание-то есть, как бы отношения строить? Или так чисто на экскурсию ты зашел? Ты знаешь, я не могу тебе прям ответить именно четко по этому вопросу. Плохо. Да. Ну, ты хочешь... Ну, девчонка, отношения, ты же хочешь отношения, правильно? Ну, вообще, в принципе. Нет, это не исключено, конечно. Да ладно, я пошутил, блин, господи. Чего ты так, это... Ты чего плачешь? Я не хочу просто с тобой больше общаться. Почему ты плачешь? Да потому что. Крис, что я тебе сделал? Ну, пошутил я, господи. Чего ты шуток не понимаешь? Ты же веселая девчонка. А? Габриэль, я не хочу больше с тобой общаться, правда. Почему? Просто не хочу. Чего я тебе сделал? Это я тебе что сделала? Ну, блин, пошутили я, господи, пошутил там. Ничего такого не было. Все жестко. Я же не жестко что-то говорил. Все хорошо. Ну, ты чего, пойдем пообщаемся, парень, сидит там. Не хочешь? Не нравится тебе? А? Ты чего плачешь-то, Крис? Потому что, Кабриэль, что я тебе сделал? То ты меня шевыряешь, то ты меня кидаешь, то ты меня обзываешь, то ты сейчас опять занимаешься. Блин, я даже не думал, если бы я знал, что ты так отреагируешь, реально. Кристина и с Черкасовым не закончила еще историю. И в городских квартирах их отправили, чтобы они искали себе парня. А получается так, что с поляны забрали парня. Одного единственного. Одного. Ну, это специально. Это даже, помните, на лобном месте. Да и почему специально? Ну, он ей понравился. Нет, дали слово, помните тогда про этих новеньких? И она говорит, ну, а что я? Там же Ахулкова уже, типа, она же ему понравилась. То есть она вот, она уже... Но все равно, в любом случае, она, как бы, хочет, наверное, двух зайцев убить. Вроде бы и Андрея позлить этим новеньким парнем. А с другой стороны, он еще и ей понравился. Да, ну, просто настолько, настолько вот она... Вот много девчонок что-то делают, что-то хотят сделать, но себе, короче, бубыли. Во вред. Я не понимаю. Послушай, ты, вот реально, это не я только вижу. Ты... Что у тебя за эмоции, Кристина? Да никакие. Ты к ней неровно дышишь, я не могу понять, ты к ней действительно антипатия у тебя или просто большая симпатия? Нет, ты что? Ну, почему она... Послушай, она сидит реально, рыдает. А почему я сомневаюсь в ней вообще? Потому что она говорит, она как сюда приехала, ты не даешь ей проходу вообще. Какого прохода? Ты постоянно либо... То она не то говорит, то ли еще... Я сейчас сидел сегодня, что ты ей говорил? Нет, она говорит о том, что ты постоянно на ней акцентируешь внимание. Она уже не хочет ни в гости заходить, ни с тобой общаться. Ой, блин, вообще, я не знаю. Ну, все, я не буду так делать. Хорошо, могу не общаться. Причем тут не общаться? Я просто не понимаю. Послушай, Габ, давай мы определимся. Это неплохо, если тебе нравится, Крис. Это неплохо. У тебя просто есть возможность... У нас с тобой вот такое серьезное что-то, ничего не связывает еще. Я знаю. У тебя есть возможность переключиться, и никто тебя ругать за это не будет. Да я не хочу переключиться. Ты просто в этой ситуации, пожалуйста, уважай. Себя, меня и третьего человека. А если ты ее вдруг ненавидишь по какой-то причине, она тебе не нравится, я тебе прошу, это моя подруга, не дергай ее. Хорошо, я не буду ее дергать, я тебе обещаю. Если она к тебе хорошо относится, и она тебе плохо не скажет, ну, она скажет, но она не сделает. А если я с Черкасовым прогоняю, то я его убью просто, понимаешь? Потому что за те оскорбления, которые он мне говорил, я его уничтожу все равно. Я не отпущу этого. Я не позволю никому называть меня мясом, шлюхой, и которым надо. Понимаешь? Да ничего, блин, мне не нравится. Что тебе не нравится? Что за фигня происходит? Да ничего не происходит, все нормально. Я тебе говорю, нет такого, что я к ней нервно дышу. Ты чего? Как я себя с вами веду? Я тебе... Вот, послушай, я не хочу выглядеть дурой, правда. Какой дурой? Что ты не устраиваешь? Что тебя не устраивает? Я не хочу, чтобы мой мужчина делал такие вещи. Я не хочу, чтобы ты постоянно акцентируешься на него. Я сегодня с тобой уже разговаривала над тем. Ты почему продолжаешь это делать? Как я делаю? Как только я выхожу из комнаты, ты начинаешь делать ей глаза. Какого фигня? Какие глаза? Габ, вот если бы я что-то не видела... Чего ты видела? Вот сейчас что я делал? Я вообще ушел спать. Я бы тебе ничего не сказала. Я сидел, читал книжку, смотрел на всех. Габ, я сейчас видела. Что ты видела? Внизу. Ну что? Я прошу тебя, пожалуйста, не вводи меня сейчас. Я тебе серьезно говорю. Ты сама, блин, вводи меня, я тебе говорю. Я тебе сказал. Поговорили, молодец. Вещи свои собери. Сама собирай, я ничего не буду собирать. Вообще мне что теперь вводить? Это какого? Пакет на голову, что ли, я не понимаю? Что-нибудь тебя там накрутили? Элин. Все, собираю эти свой чемодан и уходим все. Что говоришь? Элин. Алло. Алло. Да, привет. Я говорю, все узнал? Что все узнал? Нет, ты просто пишешь друзьям моим. Так я тебя спрашиваю, все узнал? Нет, он ничего не ответил. Мне просто было интересно, что ответил. Как не ответил, если ответил? Ну, я еще не прочитал. Ну, ясно. Мои тебе могут телефон найти, если ты хочешь пообщаться. Да, Кристин, просто мне уже донесли на поляне, как ты обо мне отзываешься. Я, честно, разговариваю с человеком, который меня поносит. А как я о тебе отзываюсь? Ну, слушай, ты когда вот говоришь кому-то что-то, ты же прекрасно знаешь, где ты находишься. Как на поляне могут знать, как я о тебе отзываюсь, если я живу в городских квартирах? Объясни мне. Неважно. Я, если ты до сих пор не поняла, я с тобой ругаться-то не хочу. Нет, ты просто мне расскажи, кто тебе что донес. Мне очень интересно. Неважно. Завтра я возвращаюсь на проект. Я знаю. Ты мне скажи, кто сказал мне интересно. Я живу в городских квартирах. Очень интересно знать. Завтра я скажу. Ну, говори сейчас, я тебя слушаю. Я не хочу об этом говорить, чтобы меня заставляешь. А что, сложно сказать? Нет, мне не сложно. Просто одно, я как бы хочу услышать от этих людей в городах, что они мне сказали. Вот они тоже какие-нибудь написали, по фейсмскому и так далее. Чего написали? И сказать, ребята, расскажите. Андрей Черкасов сегодня приехал на поляну с вещами. И заявил, что вернулся окончательно. Андрей очень тепло поздоровался со всеми девчонками, кроме Кристины, которую он проигнорировал. Для всех это было удивительно. Ведь не секрет, что Андрея и Кристину связывает любовная история. И несмотря на ссоры, они все это время общались по телефону и СМС. Этого человека для меня не существует. Что же он такого сделал? Вчера у нас был последний разговор. И на что я опять сегодня увидела, когда Андрей заходит в дом в общий и делает вид, что... Ой, да, кто это? Ему говорят, а что ты не здороваешься с ней, с кем? Я тут никого не вижу. Я в эти игры играть не собираюсь. Да, Кристина, ты написала, как все, чтобы разное сообщение, что Черкасов слишком много на себя берет. Что он берет на себя? Человек говорит на лобном месте, что он решил, он объявляет кастинг. Он приезжает в городские квартиры и говорит, что он хочет со мной быть. Через два часа он говорит, пишет в интернете, что он меня бросил якобы. А вообще, оказывается, он меня еще и бросил. Когда человек сегодня зашел, если бы он хотел со мной общаться нормально, он бы со мной хотя бы поздоровался. И сегодня я хочу еще сказать, что я ухожу. Он... Что? Слушай, да, можешь прямо сейчас забыть об этом? Мы тебя никуда не отпустим, это раз. Но вы меня не отпустите, я решила для себя, что я ухожу. Можешь об этом забыть, выкинуть эту дурацкую мысль из головы. Андрей, ну вот скажи, ты как настоящий мужчина. Да. Тебя сейчас подзадорит эта ситуация. Ты будешь сейчас всячески делать, чтобы Кристина была с тобой? Нет. Или ты уже все, в другую сторону пошел? Давайте так. То, что сегодня, как я себя вел, как я себя веду, это есть зеркало. Я Кристине показываю, как она себя ведет по отношению ко мне. Когда я приезжаю сюда несколько дней назад, я говорю, сейчас я тебя не перебиваю. Спасибо. Проблема Кристины в том, что она не знает, чего она хочет. Я на тебя. Явно не меня, хорошо. Я очень хотел быть с этой девушкой, действительно. Я этого не скрываю. Кристина говорит об уходе. Да, у нее срывы, плачет. И, в общем, у меня ощущение, что ее срывы никак не связаны с Андреем Черкасовым. Потому что все последние дни она очень плотно проводит время с Габриэлем. А Элину, соответственно, она боится, поэтому, в общем-то, не в состоянии как-то устранить соперницу. Габриэль? Да. Ну, просто я думаю, так, по приходу я ей, может быть, как-то был неинтересен изначально. А потом, со временем, как-то она посмотрела на меня с другой стороны. И, может, действительно, я ее как-то привлек. Ну, ты как мужчина ощущаешь, что ты нравишься Кристине? Ну, я ощущаю. По каким критериям? Как ты? Ну, в городских. Заметил то, что там иду, например, в коридоре, да, на выход, на лестницу. Она идет прямо на меня и не уступает мне дорогу. То есть, ну, это тоже какой-то... Заигрывает с тобой как-то всячески. Ну, я думаю, да, это какой-то флирт, вот. И, с другой стороны, я тоже ее понимаю, потому что она уже одна, она хоть здесь месяц, полтора или сколько. И ее лучшая подруга, это тоже ревность у нее, может, какая-то проскальзывает. Так, а что же повод даешь? Может быть, ты реально ошибся в Элине? Может быть, все-таки Кристина? Не ошибся, нет. Не ошибся. Это я слышу. Вот. Что? А может, все-таки ошибся? Я ошибся. А что улыбаешься? Сейчас Элина такой тиран вообще со стороны выглядит. Запугала бедного парня, он не может в чувствах Кристине признаться. Кристина боится готова с проекта уйти, потому что не может бороться, да, там, за него. А Элина молодец. Она, значит, не дала ей построить отношения, да. И сейчас присела еще Кристине опять же на ухо, что, типа, ну мы же подруги, ну ты же понимаешь, что будет, если ты на моего Габриэля хоть глаз положь. И этот так же сидит и боится шаг влево, шаг вправо сделать. Но они друг другу нравятся, Кристине и Габриэль. Знаете, они, может, безусловно друг другу нравятся, потому что это, в принципе, ну как бы отрицать невозможно, потому что Кристинка красивая девушка. Габриэль симпатичный парень. Ну и знаете, скажу, у Габриэля, в принципе, общение такое с девушками, это вообще нормально. Она не знает, вроде бы сейчас она признается, да, Габриэлю в своей симпатии, но он не ответит взаимностью, так как есть Элина. И тут дружба на весах с Элиной, а Элина для нее на данный момент, к сожалению, в приоритете. Поэтому приходится жертвовать своими эмоциями. Из-за этого у нее получаются срывы, ей хочется мужика, а не получается. Подожди, Андрей, я с этой девушкой очень хотел быть. Красиво про тебя говорит, ну я, этот молодой человек, его больше для меня не существует. Слушайте, вы в сантиметре друг от друга сидите, еще месяц назад вас было просто не разлепить друг от друга. Да, нас полторы недели назад было не разлепить. Даже полторы недели назад. Смысл в чем? Я хотел бы с этой девушкой, но эта девушка сделала все, чтобы отвернуть меня от себя. Поэтому я хочу кастинга, я действительно, теперь мое вот это возвращение. Слушайте, Андрей, а может не надо занувствовать? Почему занувствую? Вот смять, потому что сейчас занувствуешь. Почему? Ну потому что возьми ее в охапку, зацелуй ее, ты же по-прежнему хочешь быть с этой девушкой. Ей мужик нужен, так покажи ей себя, дай ей возможность тебя узнать в отношении. Согласен. А может быть она себя тоже покажет, как девушка, как леди? А не надо она. А не как хабалка, которая разговаривает со мной как с бомжом каким-то непонятным. Для начала Кристине нужно начать с того, она кажется сейчас с этим не согласится, что ей нужно извиниться за свое поведение. Очнись, а Андрей, с тобой поигрались, ты считаешь, каждое мое поведение, каждый мой разговор с каким-то парнем, с девочкой, просто элементарно с тобой начинаю нормально общаться, ты считаешь, что мы пара с какого-то перепугу. Если я с тобой начинаю элементарно общаться, как с человеком, ты начинаешь думать, что мы пара. Вот сейчас из всего того, что сказала Кристина, есть самое главное. Она сказала, с тобой поигрались. А я, когда пришел на лоб, сказал, я в эти игры играть не хочу. Я уверена на миллион процентов, что если я сейчас начну делать все то, что хочет Андрей, он будет опять говорить, что он хочет Кристина, его невозможно за это ругать. Я не хочу с таким вообще человеком общаться, который хочет один час одно, а второй час другое. А он действует от тебя вот в этой ситуации. Он романтик, он идеалист. Он романтик, он идеалист, что я, вот это вот, как ее там, как ее, а, Кристина, да, так вот, девчонки, кастинг, какой кастинг? Человек мне пишет смс, что он влюбился в меня, кастинг. Это тебе, ты, я говорю, что Андрей, вот если я приеду на поляну, ты сможешь тратить отношения, я буду здесь жить, ходить вот так вот мимо тебя, как ты говорил там в Маляне, возле бассейна, из душа выходить, ты будешь меня взглядом провожать. Буду смотреть на тебя, буду твое любимое платье делать. Ты сможешь тратить отношения? Может, вас наедине оставить? Нет, спасибо. Просто я устала. Давай не будем метаться между всех дорог, выберем одну все-таки. Куда идем? Ну, мне кажется, все понятно, я просто устала. Габриэль, по-твоему, и Андрей Черкасов не имеют отношения к твоему желанию покинуть проект, к твоей депрессии. Нет, ну Андрей может это в какой-то степени иметь отношения, но не Габриэль. О, Андрей, ты, оказывается, роковой мужчина, роковуха. Ты об этом знаешь? Сначала я его буду на сфере у меня. Поплыл сразу, смотри. Хоть одна слезинка была посвящена мне. Вот сейчас Кристина признала, что ты имеешь все-таки отношение к ее желанию уйти. Да не конкретно он им. Не конкретно ты, но все-таки какая-то частичка тебя. Да или нет. Чего грустить-то? Да, а кто из вас говорит? Определись, Кристина или Андрей. Пусть говорит. Нет, Кристина говорит. Он давно не был на проекте, видимо, он очень хочет сказать, чтобы его показали. Говори, Андрей. Я уверен, что к депрессии Кристины я не имею никакого отношения. Руки умываешь, да? Почему? Это действительно так. Кристина просто такой человек. Мы сегодня вот разговаривали и вот со Светланой Михайловной, с которой Кристина так откровенничала. И пришли к выводу, что у Кристины, то есть бывает, у нее синдром раздвоения личности. То она одна, то она другая. А она тебя в этом синдроме обвиняла. Вы друг на друга стрелки не переводите. Значит, мы друг другу стоим. Вот, так я об этом. Вы нашли друг друга. Мы нашли друг друга и потеряли. Я могу сказать, что я прекрасно и хорошо к ней отношусь. Желаю ей счастья с Габриэлем или с кем бы там. Ой, Андрей. У нас, к сожалению, начиналось все очень хорошо. Закончилось все, ну, вот так вот. Ты такого ожидал финала? Нет, я хотел совсем другого. То есть к алтарю в один день с Габозовым не пойдете? Я свободный мужчина. И как... Как Василий, ждем, ждем и зовем сюда свою любовь. Скажи, я остыла, разбей зонтик. Я не остыла. Скажи, что Кристина тебя предала. Я всегда был перед вами откровенен и честен. Может быть, это мое слабое место, но я не остыл Кристине. Так, может быть, вместо того, чтобы сидеть и говорить, я свободный мужчина, я жду любовь, сделать что-то для того, чтобы человек был с тобой, все. Ничего делать для человека, который этого не ценит, я не буду. Хорошо, то есть ты готов к новым отношениям? Я хочу новых отношений, безумно. Ты хочешь новых отношений? Отправь меня, пожалуйста, на Кассин, Колечка. Я тебя очень прошу. Подожди, у нас здесь очень много одиночек красивых. У нас вот Либерш, тоже хочет романтики. У нас вот Таня Холкова, прекрасная просто девушка. О, мужик, девочки, берите. Правда? Кристина, сейчас мы с тобой разговариваем. Да, вообще рекламирую рекламирую. Такая, да, влезла. А вон, стряпнулась. Нет, так я честно говорю, он очень хороший. Я к нему хорошо тоже отношусь. Я, я заметил. Отдам в хорошие руки, да, Кристина? Да, при чем здесь это? Я ему желаю отношений таких, как он хочет, каких он себе рисует. Вот сейчас Андрей только-только начнет завязывать какие-то там отношения. Кристина, ты тут как тут будешь. То есть, значит, с Андреем мы определились. Он свободный мужчина, жаждет любви. Новый. А ты что? Я тоже. Ты тоже жаждешь любви. С кем? Ну, пока нет такого человека здесь. Габриэлю, что скажем? Такой бред. А я вот не согласен, что бред. Ты знаешь, Оль, мне кажется, просто Габриэль боится расстаться с Элиной. И правильно делает. Не боится. Потому что все мы знаем, что потом с ним будет. Оль. А Кристина бы, конечно, тоже бы не хотела переходить дорогу. А расстаться с Элиной, потому что мы тоже знаем, что с ним будет. Да, тут как бы все знают, Элина-то злопамятная, если его не пустят. Вот. Два дня, вот я знаю, Кристина мне жаловалась, что вот что-то он цепляет и так далее. А цепляет-то почему? Так, наверное, что-то есть. Дыма без огня не бывает, если ты об этом спрашиваешь, Оль. Конечно. Я отношусь к Габриэлю очень хорошо. Он мне симпатичен, но как парень моей подруги. Не больше, не меньше. Но все-таки я симпатичен как парень. Как парень моей подруги. Вообще, что это за формулировок? Когда я говорю, что вы таксуете. Мне он симпатичен как парень моей подруги. Как человек, как парень моей подруги. Да, что мне надо, я не понимаю, не общаться с ним, ни что. Наоборот. Вот сегодня, Элина, на выходном, и тебе нужно было просто форсировать события. И как раз таки с ним общаться. Конечно. Наслаждаться его общением. А ты можешь сесть, Габриэль, с Кристиной? Я просто хочу посмотреть, как ты смотришься. Ну, молодец. Ну, ты что дальше? Сядь, Кристина, Господи. Вы для себя знаете, что вы боитесь-то. Вы для себя знаете, что вы друзья. Варь, Варь, иди кто они, пожалуйста. Мы будем делать на дружеские отношения. Там нет подушек. Я воспринимаю как сестренку, понимаете. Это подруга Элины. Мы будем общаться, мы можем танцевать, я не знаю, вместе. Нам прикольно ржать, да. Там, кидаться макаронами друг в друга. Это прекрасно. На этом и завязывается отношение. Когда прикольно ржать и кидаться макаронами друг в друга. Ну, у меня с Элиной ничего нет. Слушайте, я одна вижу эту симпатию, скажите мне. Или эта симпатия, она как бы всем заметна. Да, Габриэль, да успокойся уже, а. Ну, я уже все увидела, то, что мне нужно было. Тоня, у тебя хочу спросить. Вот Габриэль находится с Элиной в отношении только потому, что она более статусный участник? Или просто потому, что она ему действительно больше нравится? Я вижу, что у них взаимная симпатия. Причем Элина изменилась с тех пор, как они стали встречаться с Габриэлем. Она стала более мягкая какая-то. Они постоянно обнимаются, целуются. У них романтика такая. Они бегают, как школьники, взявшись за руки. Забегают после полуночек нам в комнату, хихикают, падают на кровать, обнимаются. А что с Кристиной происходит у Габриэля? Ничего у них не происходит. Кристина сейчас находится в том состоянии, когда она хотела отношения. И пришли новенькие мальчики. Она ждала, когда к нам приедут в гости. Но когда Артем к нам приехал, не срослось у них. Не понравились они. Кристина не увидела в нем своего избранника. И она расстроилась по этому поводу, я считаю. И на эмоциях хотела уйти. Потому что за проектом, естественно, выбор больше. И больше мужчин за проектом, за периметром. Ну, слава богу, что я надеюсь, у нее это прошло. Кристина, вот ты хочешь как-то подытожить? У меня с Габриэлем ничего нет. Он мне не нравится. Андрей не нужен, я подсказываю. Габриэль, парень другой девушки. А у меня депрессия, потому что? Потому что Руся. Потому что Руси. Я не нравлюсь Рустаму. Логичная концовка. А если честно? Да, Оль, что честно? Я не хочу, я устала здесь быть. Я хочу туда. Отношения хочется, Господи, и все.